дорогие друзья доброго времени суток я приветствую вас на канале око таро зовут меня ольга и сегодня хочу представить вашему вниманию таро прогноз 4 по 10 ноября включительно для знака зодиака стрелец уважаемые стрельцы напоминаю что гадание подходит и мужчинам и женщинам и тем кто в паре и тем кто одинок надеюсь что каждый из вас для себя сможет найти нужную и полезную информацию поэтому присаживайтесь поудобнее присоединяйтесь сейчас по традиции пока я буду перетасовывать колоду вы можете загадать картам один вопрос который на сегодняшний день волнует вас больше всего та карта которая останется на дне колоды после выкладки всех карт вашего расклада ответит на ваш вопрос да или нет в отношении своего вопроса не забудьте установить временной срок для того чтобы вы понимали какой период времени для вас ваше желание проиграется или нет также помните о том что расклад всего лишь один а людей много человеческих судеб и истории очень много и те карты которые лягут сегодня на стол подойдут только какой-то определенной категории стрельцов не забывайте об этом расклад не может проиграться для всех одинаково и так надеюсь что картам свой вопрос задали и мы с вами продолжаем первая карта расклада покажет вас самих на начало этого периода ваши планы мысли ваши идеи ваше настроение также ваш общий запас энергии в этом времени дальше мы посмотрим общий фон событий всей этой неделе что же войдет в вашу жизнь что происходит у вашей личной жизни что вы чувствуете его в отношении своего партнера и что ваш партнер или партнерша чувствует в отношении вас дальше мы посмотрим что происходит в вашей рабочей сфере что происходит вашей социальной жизни возьмем также карту для наших одиноких стрельцов и посмотрим, что будет происходить в вашей жизни. И карта, которая отобразит события конца этого периода. По традиции возьмем для вас карту совета, на что вам нужно на этой неделе обратить основное внимание, в какую сферу жизни. И вы помните, что карта, оставшаяся на дне колоды, это ответ на ваш вопрос, да или нет, скоро мы к ней дойдем. Итак, друзья, начинаем. Ваша первая карта, ваш расклад сразу начинается с карты старшего аркана отшельника. Эта карта говорит о том, что на начало этого периода многие из стрельцов находятся в каких-то глубинных размышлениях, в каких-то, может быть, в каком-то анализе сложной для вас жизненной ситуации. Вы пытаетесь найти для себя какие-то важные жизненные ответы внутри самих себя. Возможно, кто-то из вас по этой карте занимается какими-то эзотерическими практиками, возможно, кто-то изучает философию, возможно, кто-то увлекается медициной. Эта карта вас показывает как людей с достаточно большим опытом и багажом знаний, которыми на сегодняшний день вы уже могли бы поделиться даже с кем-то и давать кому-то какие-то мастер-классы. Эта карта говорит о том, что вас уважают другие люди, но вот вы как-то в начале этой недели немножечко обоссабливаете своё личное пространство. Эта карта говорит о том, что вам в этот период времени нужно собраться со своими мыслями, да, то есть и вы как-то немножечко уходите в себя, как-то немножечко закрываетесь от внешнего мира, от какого-то общения. Также эта карта может говорить о том, что в каком-то важном для вас деле или вопросе вы всё-таки нуждаетесь в каком-то совете опытного специалиста, ну, человека, который в вашем вопросе разбирается. И эта карта говорит о том, что если вы действительно в такой помощи нуждаетесь, обратитесь. Рядом с вами есть такой человек, с которым вы можете посоветоваться и вы получите какой-то дельный и важный совет. Также эта карта может обращать внимание на то, что у кого-то в начале этого периода могут быть какие-то проблемы со здоровьем. И эта карта может показывать и говорить о том, что у кого-то может быть обращение к врачам. Конечно, не для всех. Я желаю, чтобы все были здоровы, но эта карта как звоночек и как напоминание о том, что что бы в вашей жизни не происходило вот в этом периоде, поберегите своё здоровье, будьте бережны в отношении самих себя, да. Также, конечно, эта карта говорит о том, что многие из вас могут что-то изучать. Карта практиков, людей, которые что-то пытаются не только узнавать, но и свои знания вот каким-то образом вы пытаетесь прикладывать в жизнь, чтобы они кому-то приносили пользу, да. Давайте посмотрим всё-таки события, которые войдут в вашу жизнь в течение всей этой недели. И здесь для вас выпала карта Десяточки Пентаклей. Эта карта говорит о том, что всё-таки ваши основные планы, мысли, заботы вот в этом периоде будут о материальном, о деньгах. Но вы не забывайте и о своём доме и о своей семье. Так как карта Десяточка Пентаклей, эта карта не только денег, но и также эта карта дома вашей семьи, ваших самых родных и близких людей. Эта карта показывает вашу уверенность в завтрашнем дне именно благодаря тем деньгам, которые у вас могут быть на руках на этой неделе. Это могут быть любые источники доходов, которые приносят вам прибыль. То есть необязательная работа, но какие-то денежки стабильно к вам идут. Давайте посмотрим, что происходит в вашей личной жизни, в ваших парах. На ваше чувство выпала карта Туза, Пентаклей, а на чувство вашего партнёра или партнёрши мы видим карту Шестёрочку Мечей. Две карты, в общем-то, положительные. Хотя, конечно, в паре вот на этой неделе есть какие-то нервы, есть какое-то напряжение. Возможно, у кого-то из-за каких-то дорог, передвижений. Возможно, из-за каких-то финансовых вложений или каких-то финансовых начинаний. Может быть, эти вложения как раз связаны с какой-то для вас поездкой или дорогой. Может быть, ваш партнёр или партнёрша по Шестёрочке Мечей куда-то направляется или обдумывает какую-то дорогу, и вы понимаете, что для этого нужны какие-то деньги. Идут какие-то совместные обсуждения, какие-то совместные планы. Вы на что-то возлагаете очень большие надежды. И вот карта Туза, Пентаклей говорит о том, что у вас есть все шансы для задуманного вами плана, для реализации всех ваших идей. И вот в вашей семье вам как бы в этом периоде горит зелёный свет. И, возможно, для кого-то это возможность заработка на дому. Такое тоже может быть, уважаемые стрельцы. Для кого-то эта карта Туза, Пентаклей, может проигрываться и таким способом. Но в любом случае это могут быть вообще любые новые начинания, связанные с вашим домом, с вашей семьёй. Возможно, вы хотите что-то купить в дом, ценное, красивое, большое, важное. Это то, что действительно вам нужно. Это то, что принесёт радость не только вам, но и вашим близким. Это может быть как какая-то покупка, приобретение, так и то, что вы рассматриваете какой-то новый для вас очень и очень значимый проект, который касается не только вас, в общем-то, мог бы поменять не только вашу жизнь, но и жизнь всей вашей семьи в целом. То есть вы со своим партнёром обдумываете какие-то новые предприятия, начинания, и ваши взгляды устремлены уже куда-то далеко, вперёд в будущее. Есть немножечко нервы из-за чего-то, могут быть, конечно, в паре переживания, но, в общем-то, вот эта карта Туза, Пентаклей говорит о том, что в вашей паре всё не так уж плохо, да, всё нормально, друзья. И это касается и мужчин, и женщин, даже если у вас ранее были какие-то конфликты, ссоры, на этой неделе я вижу, что здесь у вас всё хорошо. Возможно, для кого-то вот эта карта шестёрочки мечей может проигрываться как то, что ваш партнёр где-то от вас на расстоянии, в каких-то поездках или в каких-то командировках. Таким образом, эта карта тоже может проиграться. Давайте посмотрим, что происходит у наших одиноких стрельцов. И здесь для вас выпала карта Старший Аркан Башни. Конечно, эта карта говорит о каких-то эмоциональных срывах, о какой-то нестабильной, скажем так, неблагоприятной полосе вашей жизни вот в этом периоде, какие-то неудачи, что-то не получается, из-за чего-то вы очень и очень по карте Башня нервничаете. Если говорить о личных отношениях, эта карта говорит о том, что ранее у вас уже были отношения, которые были очень болезненными, которые закончились какой-то крупной ссорой, крупным конфликтом, крупным выяснением отношений. Это то, что разбило вам сердце, и вы разошлись, можно сказать, по этой карте врагами. У вас, в вашей душе до сих пор остался осадок от предыдущих отношений, и, в общем-то, в какой-то степени вы потеряли веру в партнёра, в людей, в честность, в порядочность. И эта карта говорит о том, что на данный период времени многие из вас не могут выстраивать свою личную жизнь по-новому из-за того, что прошлое ещё сидит в вашей голове. Эта карта говорит о том, что в вашем сознании и в вашем мышлении нужно провести какой-то глобальный переворот. Вам нужно очистить своё сознание от тех старых травм, которые были в вашей жизни, и только тогда в вашу жизнь сможет войти кто-то новый. Откройте своё сердце новым событиям, новым людям. Постарайтесь вычеркнуть из своей жизни тех людей, которые нанесли вам какую-то боль, и просто об этих людях не вспоминайте. Но эта карта, конечно, говорит о том, что именно в этом периоде времени у многих из вас действительно есть какие-то проблемы и есть какие-то очень большие нервы. Буквально вы можете вспыхивать как спичка по любому поводу, заводиться из ничего. Нервы по этой карте на пределе. Если говорить о каких-то новых отношениях в этом периоде, я бы вам не советовала, даже если кто-то в вашей жизни и появится, эта карта говорит о том, что этот человек в вашу жизнь внесёт только дисбаланс, какие-то разрушения. И, ну, не дай бог, это ещё может быть какой-то эмоционально неуравновешенный человек, психологически нестабильный. Давайте посмотрим, что происходит в вашей рабочей, деловой сфере. И здесь для вас выпала карта рыцаря-чаш. Эта карта говорит о том, что, возможно, у кого-то на работе или в рабочей, деловой сфере есть какой-то для вас преданный друг, независимо от того, кто меня смотрит, мужчины-стрельцы или женщины. Это человек, который действительно вам предан. Это человек, с которым, может быть, вы обсуждаете какие-то действительно новые предложения. И вот от какого-то мужчины 100% на этой неделе в вашей работе будут какие-то предложения. Может быть, это кто-то новый, кто входит в вашу жизнь и что-то вам предлагает. Может быть, вам кто-то предлагает какие-то поездки, какие-то дороги. Какая-то приятная беседа у вас идёт с этим человеком. Но есть ещё один тот, с кем у вас разговоры происходят на повышенных, какие-то большие нервы и переживания. Два рыцаря в вашем раскладе говорят о том, что какие-то очень большие споры есть в вашей жизни, действительно есть какие-то противоречия. Также вот эти две карты говорят о том, что у кого-то на работе могут быть какие-то интимные отношения. И карта рыцаря-чаж не случайно выпала в рабочую сферу. Если смотрят меня дамы, возможно, какому-то мужчине вы очень и очень по этой карте нравитесь. Если смотрят меня мужчины-стрельцы, возможно, вы сами кого-то рассматриваете в своей работе. Может быть, вам кто-то нравится. Но даже если вычеркнуть полностью из вашей работы любовные отношения, всё равно какие-то положительные известия на этой неделе вас порадуют. То, что касается работы, какие-то предложения будут, какие-то приятные телефонные разговоры и звонки. Возможно, на этой неделе ваша работа будет связана постоянно с каким-то движением, передвижением. Даже если вы офисный работник, эта карта может указывать на то, что вам не придётся на этой неделе сидеть на месте. Вы постоянно что-то будете делать, куда-то двигаться, куда-то перемещаться, что-то решать, с кем-то договариваться. В общем-то, карта неплохая. И если говорить о тех, кто до сих пор был без работы, вы работу можете найти с помощью какого-то мужчины. Либо у вас работа может появиться с мужским руководством. Такое тоже может быть. Если заглянуть во внешний мир, то здесь, я уже вам озвучивала, есть ещё какой-то мужчина, но это как человек-недоброжелатель, который идёт к вам не с дружбой, не с любовью, а идёт к вам с какой-то войной, идёт к вам с поднятым мечом. Это какой-то конфликт, который уже созрел, конфликт, который неизбежен. И по этой карте вам всё-таки предстоят какие-то выяснения отношений. Также эта карта говорит о том, что своими какими-то, может быть, поспешными действиями вы можете сами себе нанести вред. Поэтому прежде чем принять какое-то важное для вас волевое решение, сто раз подумайте и раз отрежьте. Семь раз отмерь и раз отрежь по этой карте. Эта карта говорит о том, что вы можете допустить какую-то ошибку, если будете принимать какие-то решения, важные для вас, именно на нервах, именно под влиянием эмоций. Вам нужно больше спокойствия. Но всё-таки вас кто-то сознательно будет пытаться провоцировать. И этот кто-то в мужском лице. Если говорить о женщинах, возможно, в вашей жизни есть два мужчины, которые между собой за вас или как борются, или спорят, или ведут какие-то разговоры на повышенных. Для кого-то эти карты могут показывать и близость интимную. То есть кто-то во внешнем мире есть, с кем у вас могут быть какие-то отношения более тесные, чем рабочие. Вот эта связка карт для кого-то может проиграться и таким образом. Не для всех, конечно. Также карта рыцаря мечей говорит о том, что и во внешнем мире у вас тоже как будто бы постоянно какое-то движение. Вам постоянно нужно о чём-то думать. У вас мысли постоянно неспокойны из-за того окружения, в котором вы на этой неделе будете находиться. Давайте посмотрим карту, которая входит в вашу жизнь в конце этого периода. И здесь для вас выпала карта старшего аркана силы. Но здесь эта карта объединённая. Здесь она прорисована как карта правосудия, но изображена под восьмым номером силы. И я всегда эти карты читаю как комбинацию, как одну цельную карту. Эта карта говорит о том, что действительно у многих из вас в конце недели будут решаться какие-то важные, масштабные вопросы, возможно, спорные и конфликтные, которые касаются каких-то казённых домов, возможно, каких-то судебных дел. Эта карта тоже на это может указывать. Возможно, просто есть какой-то спорный вопрос, в который нужно ввести какие-то коррективы, какую-то ясность. С кем-то вам нужно расставить точки над «и», провести с кем-то серьёзный разговор. Эта карта говорит о том, что то, что на сегодняшний день вы имеете, как плохое, так и хорошее, это закономерная цепочка событий. То есть если вы ранее допускали какие-то ошибки, вот вы сейчас их пожинаете. Если в вашей жизни всё было правильно, это тоже вам поможет. Ваши и правильные, и неправильные действия прошлого дают о себе знать в настоящем. То есть это карта причинно-следственной связи. Также эта карта говорит о том, что всё-таки во имя какой-то справедливости, во имя каких-то высших целей, вам нужно всё-таки проявить настойчивость, проявить силу, волю, мудрость, выдержку и терпение. Но это вы должны делать очень красиво. Постарайтесь как можно меньше конфликтовать для того, чтобы какой-то спор или какую-то сложную ситуацию не усугублять в своей жизни, потому что карта рыцаря об этом говорит, что какую-то ситуацию можно усугубить. Давайте посмотрим карту, которая для вас выпала как совет. И здесь для вас выпал король Пентакли. Эта карта говорит о том, что всё-таки основное своё внимание на этой неделе вам нужно уделить в рабочую сферу. Если смотрят меня женщины, возможно, вы нуждаетесь в поддержке какого-то мужчины. И эта карта говорит о том, что есть такой человек, который либо готов вам помочь, либо финансово, либо морально. Но, возможно, к этому человеку вам нужно обратиться за каким-то советом, просто переговорить, просто что-то обсудить. Кто-то к вам в отношении вашей проблемы не останется равнодушным. Для кого-то это даже может быть ваш супруг или друг, или товарищ, или кто-то ещё. Если говорить о мужчинах-стрелецах, эта карта говорит о том, что всё-таки на этой неделе вам нужно проявить больше деловых качеств. Вам нужно проявить не нервы свои, а какую-то тактику и стратегию. Прежде чем принять какое-то важное решение, вам действительно нужно очень хорошенько думать и быть как шахматный игрок. Постоянно продумывать все за и против. И эта карта говорит о том, что если у вас будет правильное мышление, если вы не будете спешить с какими-то выводами и поступками, с какими-то своими действиями, если они будут вами тщательно продуманы и взвешены, вас всё-таки ждёт успех. И прежде всего это успех финансовый. Для кого-то это может быть финансовая помощь со стороны мужчины. То есть, если у кого-то есть такая ситуация, эта карта может быть для вас как подсказка. В любом случае, эта карта призывает вас к сотрудничеству с каким-то мужчиной. Возможно, с мужчиной стихии земли. Это может быть телец, дева или козерог по гороскопу, но не обязательно. Это может быть просто бизнесмен, человек, который умеет зарабатывать деньги. Давайте теперь посмотрим карту, которая осталась на дне колоды. И она ответит на ваш вопрос, да или нет. Для вас выпала карта императрицы, старший аркан. Это однозначно, да. Эта карта говорит о том, что тот вопрос, который вы задали, для вас действительно очень важен. Какого бы вопроса ни касалась эта карта, она говорит о том, что здесь идёт положительная динамика развития дел. Вот в вашу пользу дела развиваются в вашу пользу. И то, что вы ожидаете, мало того, что вы получите, это и то, что в дальнейшем может принести вам рост и развитие при правильном подходе к делу. И если смотрят меня женщины, то эта карта может говорить о том, что в том вопросе, который вы задали, всё-таки очень многое зависит от вас, от того, насколько правильный подход к своему вопросу и стратегию решения этого вопроса вы выберете. Если смотрят меня мужчины, то на ваш вопрос имеет большое влияние дама, и, возможно, эта женщина вам каким-то образом поможет. Для кого-то это может быть супруга, для кого-то это может быть кто-то, ещё любая женщина, которая в вашем вопросе для вас очень и очень важна. Но в любом случае это да и развитие. Как видите, расклад получился на эту неделю тоже неоднозначный. Вот вроде бы с одной стороны в вашей жизни появляется финансовая стабильность по карте Пентакли. Десяточки, да? Довольно-таки благоприятная карта на финансы. Деньги на этой неделе в любом случае у вас какие-то будут. У вас выпало три карты Пентакли. И Король Пентакли, несмотря на то, что эта карта выпала на совет. И Туз Пентакли. Эта карта выпала на ваши семейные отношения, какие-то новые начинания и дела, может быть, в семье, в доме. В любом случае вот с деньгами вроде бы неплохо, но есть какой-то конфликт во внешнем мире, есть какой-то человек, недоброжелатель. Скорее всего, это мужчина по карте рыцаря. Мечей мы видим, что с кем-то все-таки какой-то спор неизбежен. И у многих вот в конце недели какой-то вопрос все-таки еще будет оставаться в подвисшем, нерешенном состоянии. Это может касаться как казенных домов, так и любых документов, бумаг, любого вообще просто спорного вопроса. То есть здесь еще вам нужно будет проделать какие-то действия, возможно, обращаться к юристам, либо что-то решать. Но вы помните о том, к чему призывала вас эта карта, что вам нужно проявить выдержку, терпение. И, конечно, в конечном итоге все должно разрешиться для вас благополучно. Давайте все-таки возьмем одну дополнительную карту на карту юстиции, на последнюю карту. Вот в чем сложность? Давайте посмотрим скрытые факторы вот этой ситуации, которые, к сожалению, пока вы не знаете, но которые вам нужно учитывать. Чего вы не видите, но о чем вам нужно знать? Давайте спросим у нашей колоды помощника. Итак, вот посмотрите, для вас выпала карта высших сил. Карта говорит о том, что в вашем деле есть очень много скрытых факторов, моментов и нюансов, о которых вы пока не знаете. Возможно, это та информация, которую от вас кто-то сознательно утаивает, и вы всего до конца не знаете каких-то подводных камней. Но также эта карта может говорить, помимо того, что в вашей жизни есть тайны от других людей, в важном для вас деле, также и эта карта высших сил, которая пока в этом периоде времени закрывает от вас какую-то информацию, что-то пока вам знать не нужно. Почему? Потому что своими действиями, получив какую-то информацию на руки, вы сами себе можете нанести вред. Поэтому не случайно карта юстиции и говорит о том, что всё, что происходит в вашей жизни, это причинно-следственная связь. То есть отношения, вот так как они идут сейчас, так они и должны развиваться. Вам какую-то ситуацию, пока невозможно перепрыгнуть, вам просто нужно её прожить и постараться бороться, не падать духом, даже если что-то не получается. Вот таким был для вас расклад на эту неделю. К сожалению, не очень хорошая карта выпала на наших одиноких. И не забывайте всё-таки в течение всего этого периода прислушиваться к своему внутреннему голосу. Где-то вас ваш внутренний голос не подводит. И если вы интуитивно где-то что-то чувствуете, что этого не надо делать, или не нужно с этими людьми сотрудничать, вам так нужно и поступать. Когда вы идёте наперекор самому или самой себе, то это то, что, в общем-то, и вносит какой-то дисбаланс в вашу жизнь. Уважаемые водолеи, я не прощаюсь с вами. Я желаю вам хорошего настроения на эту неделю терпения, позитивных мыслей, побольше оптимизма. Подписывайтесь на мой канал, кто ещё не успел подписаться, друзья. А сегодня всем до свидания.